Мне тоже не нравится передвигаться на колесах. Дедушка считает, что закат в Европу и начался с изобретения колеса. Ханна, и скажи этой хозяйке, этой леди, что я знавал отели, в которых не принимали собак, кошек, обезьян, а в некоторых не добивались особой привилегии нянчиться с младенцами в возрасте около 100 лет. Которых привозят на колясочке с цветами вместо детских погремушек. Ты скажи ей, что эти недомогания это дело время. Дедушка, я сказала, что вожу тебя в кресле, потому что ты повредил колено. А как только я отдохну, я сам покачу это кресло и сброшу его с горы прямо в море. И скажи ей, скажи ей... Что сказать, дедушка? Если она простит мне мое постыдное долголетие, я подарю ей с автографом последний экземпляр моего первого томика стихов, изданного в день... В день... В день... В день вступления на пост президента Уиллиса Гарбовича. Вон... 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 Верёвки, я же тому кручь! Вон... 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 Мисс Джеймс! Мисс Джеймс! Да, мисс Джеймс! Да, мисс Джеймс! Где вы? Есть, мисс! Развяжите меня! Развяжите меня! Пока нельзя! Я не могу этого вылезти! Придется ли наша оперпеть? У меня гадывает старт! Я знаю! Ахахаха, можно умеет! Те, кому это нравится, как и вам, мистер Шенн, не умирают! Что вы имеете в виду своей оскорбительной фразочкой? Какой вид? Будто мне нравится! Я не хотела вас оскорбить, мистер Шенн. Я не сужу людей, я ее просто рисую. Но для того, чтобы верно изобразить, нужно очень внимательно наблюдать, не правда ли? Вы заметили? Вернее, вам кажется, что вы заметили, вот, а мне нравится лежать здесь, как свинья, которые повезут на бой! Но кому бы, мистер Шенн, не захотелось искупить свои грехи и грехи в судьбу человечества, если это можно сделать вот так, лежа у гамаки, на котором вас распяли, мистер Шенн, не гвоздями, а всего лишь веревками? И на горе куда приблигать или колгофы? Это не слишком мучительное распятие за грехи всего мира! А почему именно тогда, когда вы мне так нужны? Вы против меня! Я не против вас, мистер Шенн. Я просто пытаюсь сделать с вас надросов, просто ни углем, ни постами, а словами. А у вас вдруг появились задатки старой девы из Новой Англии, которых я бы вас раньше не замечал. А знаете, как я это заметил? Именно вам доставлять удовольствие видеть меня связанным! Потому что все женщины мира только тем и занимаются, что связывают мужчину всю свою сознательную жизнь! Мистер Шенн, мне очень хотелось бы развязать вас сейчас, но я не могу этого сделать! Вы продолжаете играть в это ваше распятие! Слишком себе потакаете! Да почему же я сейчас потакал? Взять хотя бы всю эту историю с учительницами Стихасского колледжа! Они мне так же малосимпатичны, как и вам, но для того ли девушки копили столько времени на эту поездку в Мексику, чтобы жить в тех душных отелях и есть ту стреплю, которую вы хотите! Нет, мистер Шенн, мы лучше угождались в себе и жили в своем удовольствии! Да какое к черту удовольствия жалимся в этом аду! У вас же утешала маленькая фонарейка, которая путешествует под крылышевым учителем Стихасского колледжа! Вы, смотрите-ка, старые девы из нам так это не лишены чувства юмора! Но, как видите, тоже не лишены! Без юмора еще труднее! Все просто, мистер Шенн, если что-то вообще может быть просто! Я не знаю, чем вы там заняты, но бьюсь им заклад, что вы решили напоить меня чаем! Не надо! Это я и собираюсь сделать! Самое время в чии распевать! Это не совсем чай! Это маковый настой! А пристрастились к опиуму! Легкое снотворное! Готовлюсь для себя и для девушки вот заодно и для вас! Ночь будет для нас всех нелегко! Слышите, как дедушка обормочет строку новой поэнной? А затем? Он как слепой, который карабкается вверх по лестнице, которая никуда не ведет и обрывается где-то! А вы давайте ядом в маковое настой дедушке! Чтобы избавить его от участи и переезжать завтра мобилированные комнаты! Совершите акт милосердия! А я освещу это питье! Превращу ее в кровь Господня! Молчите! И не будьте таким ребячески жестоким! Тяжело мне совершенно наблюдать, когда человек, которого ты уважаешь, говорит и ведет себя, как жестокий младенец! Хотите сказать, уважайте меня! Да! И что же вы нашли достойного уважения? Я уважаю человека, которому приходится бороться за чувство собственного достоинства! И уважаю намного больше, чем тех счастливчиков, у которых все дано отрождение и не достается ценой неимоверных страданий! Уважаю! Мы сейчас останавливаемся! В номере на одного из жилья сидеть за столиком в полном одиночестве! Я сблагодарю за участие, мистер Шин! Но моя профессия учит быстро находить общийся с людьми и быстро превращать их в друзья! Заказчики не друзья! Могут и не стать, если мы их не встречаем! Но, тем не менее, каково он будет путешествовать после стольких лет путешествий? А, вот и испытаю, каково! И потом не спрашивай! Не говорите об одиночестве, будто оно неведомо гибким людям! Я всегда разъезжал целым в вагон у туристов! Но при этом не говорите, что вы не были одинаково! Вы не всегда удавались близиться с кем-нибудь из группы? Конечно! С какой-нибудь туристочкой помогли! Я была вот здесь на веранте, когда крайне из них продемонстрировала, до какой степени вы оставались одиноким в этих ваших сближениях! Ваши истинно джентльменские манеры! А ваше пренепряжение по отношению к этой девушке! Нет, мистер Женн, вы не обманываете себя! Вы всегда путешествовали один! Может быть, ваш призрак составлял вам компанию, а больше у вас никогда никого нет! Благодарю на добром слове, мистер Женн. Ну, раз уж наша беседа закончена, пойду сделаю заплыв. Куда? На соседний остров с баром «Кантина Сирена». Зачем? Видите ли, я не очень хорош в пьяном виде, а у меня сейчас вертится на языке один вопрос, который я хочу вам задать. Но не буду! А задавайте, мистер Женн. Сегодня вечер вопросов без всякой цензуры. А ответы тоже не подвергаются цензуре? Между нами именно так и совершенно. Ну что ж, задам. Присядьте, пожалуйста. И будьте добры ответить на вопрос. Вы не задавайте. Неужели за всю полную скитание жизни у вас, говоря словами этого психа Лари Шенова, ни разу не было любовной истории? На свете не совершенно. Есть вещи похуже цензуре? Ну да, сумасшествие и смерть может быть и хуже. Ну да, сумасшествие и смерть может быть и хуже. Ну да. Что вы делаете без ошибок? Того, что не переносите прикосновения. Ну да, с домушкой все проще, с вами сложнее. Вы видите, старые девы проигрывают, а вдовушки выигрывают, а вдовушки выигрывают, а старые девы выигрывают. Ну, может, я подумал. А что, если нам странствовать вместе? Просто странствовать. А почему нет? Нет, мистер Шенова, я думаю, что утром вся сумасбродность этой идеи станет для вас очевидной. Утро, оно всегда помогает нам как-то вернуться к действительности. Не оставляйте меня, все равно не прошу вас. Филя, знаете, пока не поздно, я попытаюсь собрать вещи, чтобы завтра попытать счастье на площади. Да не продадите вы завтра на площади ни одной хорели. Вы рассуждаете слишком нереалистично, мистер. Я бы рассуждала реалистично, если бы могла подумать, что мы можем странствовать с вами вместе. А я не понимаю, почему это невозможно. Потому что вы не совершенно, мы вообще не в состоянии сейчас куда-либо двигаться с кем бы то ни было. То есть я должен остаться здесь и смириться с неутешной вдовой? Все мы смиряемся с кем либо, либо с чем либо, мистер Шен. Я неам. Продолжение следует...